Каждого из нас мучил голод во время игры в World of Warcraft, в том числе и во время прокачки кулинарии. Но почему бы не прокачать этот скилл в реальной жизни? Можно было бы купить какую-нибудь поваренную книгу, но зачем? Когда рецепты приготовления таких блюд, как мидии по-гоблински, чудовищный омлет или стейк из мощь рыбы у нас под рукой. Итак, приступим! Лунный привет всем моим зрителям! С вами Лунный Монах! Сегодня я хочу подробнее рассказать вам об артефактах класса Монах и зачитать текст из Хроники Веков, написанной летописцами Ордена Павшего Храма. Шей Лун, посох туманов. А ты знаешь, кто такой Шао Хао? Акан Десница Первой Зари, Асюэнь Белый Тигр, известно ли тебе о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю Пандарена тысячи лет тому назад? Шей Лун, живое подтверждение того, что можно пережить войну, свергнуть тиранию, пережить бедствия и что любящему сердцу под силу сделать это возможным. Шей Лун станет твоим лучшим помощником в грядущих испытаниях. Носи его с гордостью и пользуйся его силой, чтобы твои товарищи вернулись с войны домой живыми и здоровыми. Даже как-то странно, звать Шей Лун Могучим ты не находишь? Ведь он не поможет тебе одним ударом сравнять с землей гору или мгновенно испепелить тысячу врагов одной лишь силой мысли. Для многих ведь именно это является признаком силы. Но ты монах. Ты знаешь, что сила может обретать самые разные формы. Пускай другие жаждут силы, подобные водопаду, с грохотом разбивающемуся о камни. Ты стремишься к спокойной неизбежности глубоких вод реки. Тех, что создают каньоны, вгрызаясь в самый крепкий камень и уносят своим течением воинов, не поддернувшись даже рябью. Шей Лун и есть олицетворение именно такой силы. Мастер Сюнь Су, ткач туманов с террасы вечной весны. Этот посох повидал в Пандарии множество битв. Именно там одному рабу суждено было сокрушить империю и рабовладельцев. И именно там один император спас целый континент от гибели. Шей Лун – это наследие древних эпох и еще более древних духов. В руках того, кто видит свое предназначение в том, чтобы помогать другим, этот посох обладает огромной силой. Фу Цань, спутник странников. Наверное, тебе известно, что этот легендарный посох принадлежал Хозину. Это нас обеспокоило в высшей степени. Но после тщательного изучения мы с уверенностью можем сказать, что никакого непоправимого ущерба артефакту нанесено не было. Кстати, надо отметить, что мы были несправедливы к орлю обезьян. Он, конечно, не самое благопристойное создание на Азероте, но, во всяком случае, к посоху относился с подобающим уважением. Больше того, он даже помог нам постичь природу его силы. Определенно, на долю Фу Цань выпали очень интересные приключения. Давным-давно, хранительница Фрея сотворила параллельный мир – изумрудный сон, который должен был направлять развитие естественной жизни на самом Азероте. Она сотворила дерево и посадила его у вечноцветущего дола, пышущего энергией жизни. Дерево росло большим и крепким, ибо силы дола активно питали его. Вскоре рядом с ним потянулись к свету и другие деревца. Спустя некоторое время и во сне, и в пробуждающемся мире на этом месте зеленели пышные леса. Фрея дала своему дереву имя Фу Цань и отломила от него одну ветвь, сделав из нее дорожный посох, который сопровождал ее в долгих походах. С самого начала этот посох сопровождал легендарных героев и бессмертных духов во время их важных и долгих занятий по всему Азерот. В свое время он даже побывал у короля обезьян. Но мы забегаем вперед. Кулаки небес. На фоне всех бед, постигших Азерот, не хватало только еще одного вторжения элементалей. Хорошо, что вам удалось так быстро разделаться с Тайфунем. Если бы его никто не остановил, он бы полностью овладел этим оружием, и тогда уже было бы поздно. Но теперь кулаки небес принадлежат вам. Вами движет умеренность, и во всем вы ищите гармонию. Возможно, никто другой во всем Азероте не смог бы подчинить себе этот ураган силы так, как вы. Уль-Дум был открыт миру не так давно, посему многие фрагменты истории Талвиров до сих пор скрыты от нас. Однако один факт не вызывает сомнений ни у кого. Кулаки небес – один из самых впечатляющих артефактов, когда-либо созданных их цивилизацией. И один из опаснейших в этом мире. Легенды рассказывают о древнем оружейнике, чьему мастерству не было равных среди Талвиров. Его звали Ирмаат. Его имя было известно всем оставшимся в живых Талвирам. Ведь Ирмаат входил в число самых блестяйших умов во всем Уль-Думе. Творения Ирмаата были поистине невероятными, но гордыня сгубила его. Исследования все еще продолжаются. Из этих текстов можно добыть больше сведений, и со временем все скрытое в них станет явным. Как только исследования завершатся, я продолжу записывать все, что мне удалось узнать из этого свитка. Хранитель истории Чо. На этом все. Если это видео вам понравилось, то ставьте лунный лайк и подписывайтесь на канал, а также забегайте к нам на Twitch-канал, где происходит тоже много всего интересного. А с вами был Лунный Монах. До скорых лунных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok